Всем привет друзья! Сегодня мы сделаем крутой кроватный столик. Вообще, в принципе, для абсолютно разных вещей. Там можно писать, можно ставить ноутбук, можно кушать, как писали. То есть, ну это не только для еды. Как красиво выглядят доски, склеенные с ясеня. Но, как вы видели, там много ступенек. Поэтому необходимо их все убрать урбанком. Причем с обоих сторон. Был бы рейсмус, было бы намного веселее, быстрее. Размечаю три прямоугольника. Вообще, размеры не указываю, потому что вы делаете под себя, вы делаете как хотите. Тут единственный важный размер, по сути, это высота. Для того, чтобы ноги туда влезли под стол. Работая с фрезером, необходимо быть осторожным. Необходимо хорошо его чувствовать, потому что он тянет в одну из сторон. И если это не учесть, то можно сделать прорез вообще не туда, куда нужно. В итоге получились окна. И вот эти классные досочки я тоже впоследствии использовал для подставок для телефона. Теперь можно все пошлифовать, для того, чтобы поубирать заусенцы, которые там были. В принципе, после фрезера их очень мало, но они все же есть. Теперь делаю такие пазы длинные, для того, чтобы протянуть там провода. То есть, я буду вставлять светодиоды. И, собственно, нужны вот эти пазы, чтобы спрятать все провода, ничего не будет видно. Светодиод светит в точку, поэтому я сошлифовываю его, вот эту выпуклость, и он будет рассеивать. Подходим к работе с эпоксидкой. Помним, что она очень текучая, и необходимо тщательно все подготовить. То есть, если я залью, не должно ничего пролиться. Я сделал такие вот пакеты, три штуки, приклеил их, и теперь жду, когда засохнет клей. То есть, нужно понимать, что работа с эпоксидкой это не прям такая быстрая штука. Вот через сутки промазываю края эпоксидкой, вот этим компонентом А. В магазине для животных купил вот такие камушки, затем все выкладываем туда внутрь. Ракушки насобирали на море, камушки тоже эти морские. Теперь исключительно по инструкции размешиваю компоненты А и Б, краситель, и заливаю все. Немножко там поплыло некоторые ракушки, потом я их поправил. В общем-то, все нормально. Так как у меня там был пакет, он немного так протек, получились даже волны, и мне приходится все сошлифовать. Также важный момент, получается, вот во время шлифовки я задел рабочую поверхность эпоксидки, и она была такая шероховатая. Думал, как сделать, как сделать, полировать там, пытался найти чего-то. Но оказалось, что если помазать маслом вот это зашлифованное, то оно становится таким красивым, прозрачным, и как будто там нет ничего испорченного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для рамки я взял такую доску дубовую и решил одну из кромок сделать радиусной. Вот, собственно, так получается. Дуб выглядит намного, конечно, эффектнее, чем сосна, намного красивее. Собственно, ясень также, но дуб это вообще просто супер дерево. Обожаю с ним работать. Оно прочное, можно делать разные отверстия, закручивать и все. И вот ты как бы работаешь с пластиком по прочности и с удобством по дереву. И получаешь супер красивый результат, потому что дуб выглядит невероятно красиво. Соединение рамки по периметру я просто приклеиваю. Без шкантов, без шурупов. Просто возьму и приклею. Клей Кляйбери D3. И, кстати, вот уже в эксплуатации этот стол полгода ничего не отклеилось. И красиво получается. Смотрите, как прикольно. Вот меня интересуют варианты покрытия. И как бы вы покрыли? Напишите в комментарии, пообщаемся. Эта тема сейчас для меня остра. Ну а я уже дальше по видео расскажу, покажу, чем я покрывал и как у меня получилось. И вот, собственно, ножки. Они у меня из ясеня. Шлифанул. Вот такие они получаются красивенькие. Затем необходимо их обрезать. Углы обрезать, в общем-то, для того, чтобы они и закрывались. Вот видите, там с двух сторон я обрезал. С противоположной, получается, с нижней стороны необходимо также сделать под одним углом, для того, чтобы при распоре они стояли. В этот момент я думал, как сделать так, чтобы ножки все открывались одинаково. И, в общем-то, вы увидите, результатом я остался довольный, потому что ручная работа, без всяких станков, да, просто вот делаю. И это меня удивило, потому что получилось все достаточно классно. С другой стороны, я понимал, что, в принципе, все так делают. Но, в общем-то, я делал это первый раз. И так, в отверстие для перемычек я приклеиваю, просто без шурупов, приклеиваю кругляки. И вот эти, конечно же, я их купил, диаметр 16 миллиметров. Немного не угадал с глубиной отверстия, поэтому немножко нужно убрать. А немножко, я вам скажу, очень тяжело убрать. То есть, одно дело отпилить кусок, а другое дело отрезать там пару миллиметров. Музыка. 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 Ну и, конечно же, не забываем, что я работаю просто с ручным инструментом. И поэтому получаются вот такие щели некоторые, потому что нет и угла 90 градусов, и еще как бы какие-то неточности. И поэтому я их подшпаклевываю, вот эти места. Пользуюсь обязательно акриловой шпаклевкой. Она как-то и сохнет быстро. Решил вам показать вот такой лайфхак. Вот эти уголки отрезанные, такие маленькие досочки, они идеально подходят для намазывания клеем всяких поверхностей. Для обработки я беру морилка-масло и намазываю так толстой кисточкой. В общем-то, в дальнейшем результат меня не устроил. Я как-то спрятал все дерево. Вот так получилось. В общем-то, я решил добавить изюминки и сделать такой эффект как бы старовины. Поэтому я взял и шлифовальной машинкой пошкурил его. И вот, собственно, так получается. Еще покрываю маслом. Просто вот промазываю, потому что, получается, я там масло в некоторых местах убрал шлифовкой, а теперь просто маслом прозрачным его покрыл. И вот такой эффект старовины получился. И, собственно, первое испытание. Приносим, раскладываем. Сейчас, о, видите, как светит? Ну, это издалека не видно. Камера, конечно, не передает. На самом деле, светит прикольно. Итак, друзья, если это видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Дальше будет еще интересней. До новых встреч!